Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Всем доброе утро! Я надеюсь, мой видок вас не напугает. Извините, как есть. Я уже сходила погуляла с Бонной. Кстати, я гуляю сейчас с Бонной, и мы всё время заходим на Финский залив с ней. И у меня, видите, кожа лица темнее, чем тело. То есть у меня загорело лицо, и у меня ещё загорели руки девочки. Видите, немножко красные. Ну, красные, потому что холодно у нас сегодня, пасмурно. Но плюс они у меня всё равно. Вот здесь вот белее, чем вот здесь. Как это? Загар как тракторист или как он там называется? В общем, я сейчас вместе с вами хочу сделать масочки, немножко смотивировать, может быть, кого-то. Правда, я буду делать маску, которая мне не нравится. Я вот покупала вот такие масочки. Это что у нас? Планета Органика. Мне не понравились. Они, по-моему, ничего не делают. Я не знаю. Я, конечно, буду дальше продолжать пользоваться в надежде, что хоть что-то будет делать. Но как-то вот ничего. Не знаю. Я смываю. Нет ни ощущения увлажнённости, ни напитанности. Ничего. И вот всё равно... Короче, я не знаю. Сегодня буду делать вот такую, с морковкой. И я хотела ещё поболтать. Во-первых, кто хотел увидеть моё лицо без макияжа? Каждый раз, когда я снимаю прогулку с Бонной, там я всегда без макияжа. У меня как таковых пигментных пятен нет. Чё, лицо вообще немножко сгорело. Причём я же хожу в кепке, и у меня вот эта часть... Я не знаю, как всё здесь видно, но видите, да? Это светлее, лицо темнее. Представляете? И у меня вот эта часть загорела больше, чем всё остальное лицо. Я вообще не могу. Кошмар какой-то, девочки. Посмотрите. Вот моё лицо без макияжа. Кто-то меня просил, говорил. У меня вообще... Ну, делятся на три типа, да? Вот, по крайней мере, те, кто оставляет комментарий. Первый тип – это кто спрашивает, как я ухаживаю за своей кожей, да? Потому что считает, что у меня кожа ухоженная. Второй тип – это те, кто считает, что я втихушку там делаю себе... Короче, хожу каждый день к косметологу и делаю там всевозможные инъекции, которые только вообще могут быть, да? Ещё один тип – кто считает, что у меня и так кожа хорошая, нафига я всё это на себя мажу? Так вот, я могу сказать, что так как я на себя всё это мажу, вот такая у меня кожа. Вот. Мне 37, и кожа у меня сухая. Вот я сейчас умылась, и сразу, видите, у меня какие заломы появляются? Сразу же они появляются. То есть лицо расслаблено – это потому, что кожа начинает стягиваться. Она у меня сухая. То есть, если я не буду наносить никакие средства, у меня вот здесь вот начнут вот такие вот заломы образовываться, и кожа будет как будто вот сюда стянута. Понимаете? Именно поэтому я и наношу кучу средств на себя, чтобы кожа была нормальной. У меня как таковых на лбу, вот мне тоже писали, что у меня прощей нет. Есть? Есть, бывает иногда. Пигменты, пятен, как таковых нет. Здесь вот у меня и сосудики. Вот это у меня не пятно. Это освещение такое, девочки. Это не пятно. Но я как-то тоже, когда смотрела на себя в зеркало, думаю, ничего себе, у меня пигментное пятно. Нет. Если выйти на свет, такого нет. Ну, здесь вот понятно, я загорела, да. У меня на лбу есть морщины, но они не вот здесь и не вот здесь. Они вот здесь вот. Вот здесь и вот здесь вот морщины. Наверное, видно? Нет, не видно. Сейчас, потому что кожа натянута вот здесь вот. Ну, вот здесь вот по бокам, потому что я делаю вот так вот. Видите, вот они. Вот так вот любят делать, поэтому у меня здесь морщины. Ну, и вокруг глаз, конечно же, тоже есть. Короче, штука времени. Буду наносить маску и хочу ответить на вопрос. Я не скажу, что у меня часто его задают, этот вопрос, но все же бывает, что задают. Еще на область вокруг глаз нанесу вот эту маску лифтинг для области вокруг глаз. Я не скажу, что это лифтинг, но маска прикольная. Кстати, надо ее вначале нанести. Сейчас возьму, у меня есть вторая кисточка. Сейчас возьму вторую кисточку. Нанесу вначале на область вокруг глаз, потом все остальное нанесу. Она такая вот кремовая. Прикольно, очень хорошо увлажняет кожу. Я не скажу, что прям подтягивает. Я буду в камеру смотреть, с вашего позволения. Хочу ответить на вопрос по поводу того, что я такой достаточно спокойный человек, и как мне это удается, и все в этом духе. Я такая же, как все. Я, конечно же, испытываю разные эмоции. И злость, и раздражение, и, в общем, какие-то негативные эмоции тоже у меня присутствуют. Но я сразу скажу, что я стараюсь себя контролировать, и я стараюсь отгонять от себя всякие негативные мысли, и радоваться тому, что есть здесь и сейчас. Последние события вообще в мире, мне кажется, как раз-таки и должны нас научить радоваться тому, что есть здесь и сейчас. Но я вкратце расскажу о том, что как мне удается оставаться, ну, такой достаточно... Я не скажу, что я прям позитив, постоянно улыбаюсь, скажу. Конечно, нет. Ну, в любом случае, я не считаю себя негативным человеком. Вот. Но я максимально... Вот у меня есть, скажем так, одно большое правило. Весь негатив я стараюсь максимально убирать от себя. То есть, например, новости. Раньше я вообще новости не смотрела. Максимум я читала новости в Яндексе по Санкт-Петербургу. Ну, там обычно, там, какие дороги, где перекрыты, там, я не знаю, ну, такое всякое. Всякая такая ерунда, как бы. Ну, по городу, да. У нас город большой, поэтому новостей много обычно. Вот. И всё. Я читала. Видео никакие не смотрела. Ни с какими там, я не знаю, кто кого там... Ни с какими насильственными действиями видео я не смотрела никогда. И никому не советую. Не надо. Особенно женщинам, мне кажется, это на нашу женскую психику очень сильно влияет. Вот. Сейчас, конечно же, я смотрю новости в общем. Так, как и многие. И когда вот только начался вот этот ковид, тоже я смотрела новости. Но я позволяю всё это делать раз в день. Только раз в день. То есть, ну, как бы ближе к вечеру. Итогово. И когда приходит у меня муж, он всегда у меня включает новости. И вот, как бы, я вместе смотрю. И то иногда не всегда. Потому что я-то на кухне, то ещё где-то. Вот. И, ну, так, мельком там слушаю и так далее. И всё. Но при этом позитивного в день, что я посмотрела и послушала, у меня в разы больше, чем негативного. Негативного я сейчас про новости говорю, да. Всё-таки они у нас, не знаю, они как бы были позитивными. Ну, там что-то есть позитивное. Ну, в основном, конечно, не очень. Вот. И то же самое касается людей, которые меня окружают. Я либо не общаюсь вообще, то есть вообще перестала общаться с людьми, которые постоянно находятся в негативе. Либо свожу до минимума. То есть до минимума какого? Здрасте, до свидания. Вот примерно так. Если даже мне приходится общаться с человеком, каким-то, допустим, новым для меня и так далее. Например, гуляю с собакой, встретила там кого-то. Вот идём, разговариваем. И человек начинает что-то негативное. Ну, обычно какие-то сплетни, правильно же? Вот. И я обычно говорю, ой-ой-ой, это такой кошмар. Я, не-не-не, не надо мне. Мы пойдём. Мы пойдём уже домой и всё. То есть я вот так вот делаю всегда. Если это кто-то, допустим, из близких, кто, там, из друзей, кто, точнее, близкие и друзей, все знают, как я к этому всему отношусь. Но, допустим, кто-то, ну, кто-то начинает со мной какую-то тему. Я прямо останавливаю, говорю, не надо мне это говорить. Не надо мне это говорить. Я человек впечатлительный. Я неделю не смогу спать. Это на самом деле правда. То есть я не вру. Я действительно, если мне что-то рассказать или показать, я прям вот, ну, буду очень-очень переживать. Я действительно очень-очень впечатлительный человек в этом плане. Но я себя оградила, построила вокруг себя вот такой забор и не хочу. Если мне что-то нужно узнать, если что-то, какую-то информацию мне нужно получить, я её получаю. Чаще всего я читаю. Видео я не смотрю, потому что, ну, я очень впечатлительная. Когда я вижу это своими глазами, прочитала, как бы в курсе, и всё. Для кого-то это ужасно. Ну, как так? Ты живёшь, и ты не в курсе, что у тебя там творится. Ну, вот у меня так. Вот. И это помогает сохранять мне внутреннее спокойствие. Опять же, мысли о том, что мы не знаем, что будет завтра, позволяет мне жить в позитиве здесь и сейчас. Наслаждаться позитивными моментами здесь и сейчас, каждый день. Я искренне радуюсь, когда гуляю со своей собакой. Я смотрю, как у меня собака заходит в Финский залив, там брязгается в воде. Я вижу, что оно прямо вот, вот прямо на морде написано, что собака улыбается. Знаете, вот прямо вот видно. Я радуюсь вместе с ней. Я, ну, то есть радуюсь какими-то моментами, цветами. И ещё такой момент есть. Есть такая поговорка потрясающая, девочки. Руки заняты, голова не болит. Не в смысле головной боли, а в смысле дурных мыслей. Так вот, это очень сильно помогает. Я вот раскрашиваю картины, например, да, или какую-то уборку, или могу пойти пересадить цветок, или ещё что-то вообще. Вот, мне кажется, заземляться это называется, да. Возиться в земле, будь то это горшки с землёй, да, то есть цветы комнатные какие-то или ещё что-то. Мне кажется, очень помогает как-то вот убирать негативную энергию и прибавлять позитивную энергию. Вот так вот. Вот. Так что вот как-то так. А насчёт каких-то сплетен, каких-то разговоров про себя, я вообще на это не обращаю внимания. У моей бабушки было такое любимое выражение «На каждый роток не накинешь платок». Я с ней согласна полностью. Вот. Я не сразу, конечно, поняла смысл этих слов, но сейчас я считаю, что полностью. Я действительно так считаю. Я не считаю, что мне все завидуют. Все подряд. Я уверена, что это не так. Не все подряд. Вот. Но я считаю вот так. Я считаю, что просто... То есть я никогда не буду вступать в конфликт с человеком, который вот мне вообще в очереди где-нибудь в аптеку. Мне оно надо? Нет. Я немножко такая заставляю себя быть ленивой на негативные эмоции. Ну, то есть, ну, разбил вот у меня кот, например, мою кружку любимую. Ну, что убить мне теперь кота? Нет повод купить новую. То есть из каждого негативного момента там можно сесть, разреветься. Моя кружка, боже мой, какой кошмар. Реветь полдня и так далее. Я, наоборот, из каждого негативного стараюсь хотя бы крупиночку позитивную. Есть, конечно, моменты, которые, ну, невозможно, да, ничего позитивного выкрыть оттуда. Но все равно, ну, бывают такие моменты, они бывают у всех. Здесь нужно просто пережить. Вот если есть какие-то вот такие совсем негативные моменты, я всегда думаю о том, что будет впереди. То есть о будущем. Я всегда рисую его себе очень-очень позитивным, очень солнечным, очень радостным. И прям вот в мельчайших, мельчайших подробностей. И всегда говорю, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Я как мантру могу это повторять. Если вот прям совсем чувствую, что в какой-то негатив проваливаюсь. Такое тоже у меня, конечно, бывает. Но по большей части нет. Я где-то, наверное, такой пофигист. Может быть, по жизни вот так вот. Но и то, опять же, я в каких-то моментах заставляю себя быть пофигистом. То есть я не буду на всякие мелочи, не буду распыляться. То есть, ну там погиб цветок. Ну ладно, повод купить новый. Рассада вся погибла. Ну и что? Ну вот как бы зато лето проведу не попой кверху в прятках. Нет, у меня рассада не погибла. Это я просто так говорю. Ну вы поняли. Ну вот как-то так. Я никаких психологических таких приемов не знаю. Ну просто себя реально контролирую. То есть посмотрела новости. Посмотрите какой-нибудь, я не знаю, фильм или там сериал какой-нибудь такой позитивный. Знаете, где все такие ух. Или какую-нибудь передачу с танцами, шманцами и так далее. Знаете, ну что-то такое. То есть чтобы осадок остался все-таки у вас позитивным. Ну как это, книжки какие-то читать, отвлекать свою голову, делать что-то руками. Это тоже очень отвлекает голову. Ну у кого-то рукоделие, а кто-то любит готовить пироги, печь. Пеките, раздавайте всем подряд. И ну как бы, если чувствуете, что очень-очень сильно как-то проваливаетесь в негатив. Ну вот как-то так. Отслеживаю себя и все, что вокруг меня происходит. Ну как-то так. Но бывает, что бесят все. Бывает и муж бесит, и дети бесит, и собаки бесят, и коты бесит. Бывает что. Ну, побежусь немножко. Надо даю все время погрустить. На этом как-то все. Вот. Ладно, пойду я немножко... Надо застелить постель. Надо привести себя в порядок. Вот так выглядит маска. Но она вот так вот и остается. То есть, оно такое ощущение, что как будто я какую-то мазь на себя нанесла. Потом ее просто смою и все. Че не осталось. Представляете, как лицо сгорело, да? Белая кожа и коричневое лицо. Кошмар. Я как тракторист. Так. Я тут привелась в порядок. Дела вот эти серьги с Алиэкспресса. Девочки, заказывайте. Чего? Они стоят недорого. Ну, три недели только есть ждать. Вот. Но зато настроение прикольное. Мне так нравятся. Они вообще огонь. Очень легкие, очень классные. Уже ношу вовсю. Красота. Сейчас намазалась тональной основой. Чуть-чуть посветлее, чем нужно. Но все равно мне это, мне кажется, особо не помогает. То есть, цвет кожи. Не знаю, как на камеру, конечно, это видно. Но он, получается, темнее, чем тело. Неважно. Тональной основой, которым я сейчас пользуюсь. Вот сейчас я намазалась вот такой. Прям намазалась. Это Lancome Tent Idol Ultra Wear. Мне нравится вот эта тональная основа. Прикольная. У меня оттенок 0,10. Ну, он такой прям светленький. Но мне это не помогло, да? Так. А до этого я использовала вот эту. Я ее показывала в покупках. Вот эту Guerlain. Он купал на акциях в L'Etoile. До еще, по-моему, всех этих событий. С SPF 20. Не понравилось. Вот эта мне не нравится. Ну, она такая... Ну, не делает красивый цвет лица. В отличие вот от этой тональной основы. Но они у меня обе заканчиваются. Здесь у меня вообще там капелюшечка осталась. И здесь тоже капелюшечка осталась. У этой, кстати, расход большой. В отличие от Lancome. Хочу найти какую-то бюджетную тональную основу. Налито мне нужна такая основа. Знаете, желательно с SPF 30, ну, или 15, ну, или 25, или 20, что-нибудь такое, да? И что-то из серии BB или CC-крем, который будет подстраиваться под кожу, под цвет кожи. И так вот делать ее такой красивый, холеный. Вот. Если вы знаете такую тональную основу, напишите мне, пожалуйста. Мне многие пишут про корейскую косметику. Но корейскую какую именно? И у меня сухая кожа, мне не нужно мотировать. То есть мне нужно именно для сухой кожи, чтобы дополнительно увлажняла кожу летом. И делала такой красивый холеный вид. Ну, и защищала попутно от солнышка, да? То есть содержала SPF. Много слишком всего хочу, и при этом бюджетную, да? Такая я, ну, как есть, девочки, хочу такую найти. Не знаю, если кто-нибудь знает, ну, такую, наверное, может быть до тысячи, ну, до полутора тысяч, наверное, чтобы она была. То обязательно напишите. Так, я вам сейчас хочу показать ещё. Ко мне пришёл мой заказ с... Откуда? С Алиэкспресс. А, ещё я вам забыла. Тут на днях получала средства для стирки. Сазон. Я там кое-что заказывала для школы. У меня сейчас... У меня сейчас два выпускных. Один у младшего, он выпускается с садика. Второй у старшего, он заканчивает младшую школу. То есть у меня переходит в пятый класс. Так как я нахожусь в родительском комитете, я, конечно, немножко... Я не то, что немножко, я очень устала, честно признаюсь. И мы ещё не купили рубашку белую. Вот. Так что да. Ставлю, давайте вам покажу. Ну, после покажу. Средства для стирки. Пользовалась всего лишь один раз. Пока не знаю. Но, может, кому просто будет интересно. Мне кажется, достаточно бюджетный я приобрела. Значит, посылка с Алиэкспресс. Девочки. Во-первых, я заказала вот такой чехол для очков. Это фетр, да, по-моему, называется вот такая ткань. Ну, такая немножко волосистая. Ворсистая, волосистая. Ворсистая. Прикольный чехол. Вот это такая резиночка. И единственное, что мне кажется, вот такой чехол сшить самым... Даже я не люблю, не особо умею сшить. Мне кажется, и то бы смогла сшить. Это просто два кусочка сложенные, и их просто прострочили. Ну, и здесь вот опалили, я так поняла, чтобы не распускалось. Ну, ладно. Я, на самом деле, думала, что будет что-то такое другое. Что, не знаю. Ну, в общем, ладно. Чехол прикольный такой, яркий, фуксия. Класс. Ну, ладно. И заказала себе очки. Девочки. Правда, они у меня уже грязные. Я заказала эти очки. Я вам ссылку, конечно, оставлю. Единственное, что эти очки должны были, как это называется, хамелеоны, да, стекла. То есть, те стекла, которые темнеют на солнышке. Что-то я не заметила, что они темнеют. Хотя я получила их только вчера. Солнышка все еще не было. Вот. Но они должны чуть-чуть потемнеть. Но они, короче, не темнеют. Я уже заляпала тут стекла. Вот такие вот клевые очки. Ну, ладно. Если они даже не будут темнеть, такие они прям большие. Морская черепашка. По имени Наташка, да? Ой, господи. Девочки, надо с юмором ко всему относиться. Сразу со стеклами заказала. Правда, без рецепта. Просто с диоптрией, да, называется. Вот. У меня небольшое зрение. То есть, небольшой минус. Минус-минус два. И я не хожу постоянно в очках. Я гуляю в очках. Я смотрю на соседей в очках. Подглядываю за ними. Ну, куда без этого? Как, чувак? Вот. И смотрю телевизор в очках. И что еще делаю в очках? Езжу за рулем в очках. Вот и все. Ну, в магазин хожу в очках. То есть, на постоянной основе, особо так, что пять часов в очках, такого у меня нет. Ну, да. Вот. Поэтому отлично. Они сделаны, видите, так вот, как бы, не ровненько. Вот здесь вот это металлическое. Очки очень классные, качественные. То есть, качественные. Вот это не то, что какой-то там дешевый пластик. Здесь вот такие дужки. Прикольные. Единственное, что они не темнеют, девочки, совсем. То есть, они вот как есть линзы, так и есть. Ну, классные очки. Прям мадам. Девочки. Извините. У меня что-то настроение хорошее. Мне сегодня никуда не надо ехать. Точнее, мне надо ехать. Но я сегодня никуда не поеду. Я вот дома сегодня. Нафиг. Надо отдохнуть немножко, да. В общем, как раз для них у меня вот такой вот чехольчик. У меня еще есть похожие очки. Вот такие. Только они поменьше. Металлические. Мне часто про них спрашиваете. Но, во-первых, ссылка на них сгорела. Во-вторых, продавец, у которого я их покупала, они металлические. Здесь вот, ну, соответственно, пластиковые. Очень классные. Продавец, который мне их прислал, было не запаяно. То есть, прислал с браком. Было не запаяно. Вот эта вот душка, вот, точнее, вот эта вот черная, вот сюда, к самим очкам. Очки стоили полторы тысячи. Ремонт этих очков тоже. То есть, чтобы запаяли, сделали какую-то микрозапайку, стоило это тоже полторы тысячи рублей. Ну, как бы неинтересно. Вот. Но продавец вернул за них деньги. Очки прикольные. Они даже с напылением, вот эти вот стекла. Заказывала, продавцу отправляла рецепт. И он мне сделал вот эти линзы под эти очки. Но вернул деньги. То там муж отправлял эти, по-моему, чек за то, что вот ремонт сделали. Тоже получилось на полторы тысячи. Ну, в общем, полторы тысячи, короче, стоит. И вот в таком вот чехольчике. Ой, а что это такое? А, это надо отодрать. Какой-то номер тут. Вот в таком чехольчике. Я заказала себе еще одни очки. Смотрите, какие клевые. Опа! Такие прям огромные. Это пластик. Но это такой легкий совсем пластик. Видите? Вот так вот они сделаны. Как вот это так вот красиво, короче. Красиво сделано. Вот. Такие очи. У меня будут тоже по рецепту. У меня как раз здесь вот рецепт вложили. И это еще не все. Девочки, легким движением руки очки превращаются. Сейчас. Не совсем легким. Ну, ладно. Вот в такие очки. Девочки, я не могу. Ну, класс. С затемненными стеклами. То есть у меня там стоят линзы. И это просто сверху затемненные вот такие вот. Вот такая вот история. Смотрите, как клево. Единственное, что за счет того, что здесь идет вот. То есть они начинают выглядеть вот так. И слегка затемненные вот здесь вот стеклом. То есть вот такие красные. С этой стороны, видите? И магниты. Слушайте, ну это вообще огонь, девочки. Вот эти очки. Советую прямо от души. Единственное, что так как здесь две, то есть одна и еще одна, да, они получаются немножко тяжеловатые. То есть если она постоянно их носит, то вот здесь вот будут, ну, такие красные. Красные отпечатки, вы поняли, да? И вот так вот просто сверху защелкивается, и у вас вот такие очки. Это еще не все. Здесь в комплекте вот таких штук. Вот они пришли все мне вот так вот. синие. Одеваем. И очки получаются вот такие синие. С джинсами, да? С джинсами одел, пошел такой синий. Тыринь, тыринь. Клево. Девочки, ну клево скажите. Мне очень нравится. Я люблю вот это все баловство. Так, следующий. Ой, у меня все падает, как всегда. Следующий. Это вот такие черные. Здесь даже, как это, поляризационные линзы. Это которые, по-моему, блики не дают, да? Что-то в этом духе. Рес. Ну, вот эту наклейку я сниму. Это уже получается черные, да? Да, черные. Это вот круто. Я на машине езжу. Я вам сто раз уже жаловалась, что я выезжаю. Солнышко. И как раз мне будет самое оно. Это еще не все. Девочки, это огонь просто. Так. Вот такие. Какие-то розово-бежевые. Огонь. Тарам-тарам-тарам. Слушайте, ну вообще, на самом деле огонь, девочки. Вот. И последние. Не просто белые, а белые и желтые. Опа. Все, кстати, такое сразу радужное. Как вам? Тири-тирин-тирин. Круто. Но я на самом деле вот этот набор... Давайте я сниму. Я вот этот набор заказала только ради того, что здесь есть вот эта вот черная вставка. То есть я могу поехать за рулем, ехать вот таким образом, да? Выглянуло солнышко. И я взяла. И вот так сделала. Оп. И все. И огонь. Девочки, скажите, огонь. И все это при этом вот в таком вот чехольчике. Только чехольчик до конца не расстегивается. Так, я сниму. И тут не вижу, чего я показывала. И здесь вот, видите, для... То есть мы берем... И вот так вот сюда вставляем. И у меня разные. То есть вы покупаете одну пару очков. По-моему, по-моему, там есть вот такие очки с нулевым. То есть просто со стеклом. Не для зрения, а просто со стеклом. Ссылку оставлю. Вот эти огонь, девочки. При этом сами очки, легкие пластика сидят. Мне кажется, очень даже прикольно. Мне нравится. Просто. Я их буду носить этим летом. Я думаю, вообще не снимаю. Скажите огонь. Они такие большие. Но это прикольно, что они большие. Мне нравится. Вот такая вот я. Вот такое вот, девочки. Ну, вот эти красные мне еще тоже нравятся. Не, мне все нравятся. Я все буду носить. Прикольно? Мадам. Девочки, настроение хорошее. Вот так что вот так вот. Вот такая вот история. Давайте сейчас еще покажу с Озон вот эти вот жидкости, которые я заказала. Сейчас, девочки, еще хочу показать. Получила с Озон вот такие вот средства. Решила попробовать. Слушайте, они были по акции. Два, то есть два литра средств для стирки. 350 рублей или что-то в этом духе. В районе 350 рублей. Вот. Это гель для стирки темного белья. Гель для стирки светлого белья. И я ищу до кучи. Он стоил 200 с чем-то рублей. Взяла вот такой кондиционер. Этой же марки. Вот так называется марка. Не знаю, что это. Было написано, что это производство России. Они еще продаются вот в таких бутылках. Но если есть возможность покупать вот такие, они, во-первых, и подешевле. Во-вторых, ну, меньше пластика, то я покупаю, ну, вот в такой упаковочке мягенькой. Мне-то все равно, я не за красоту, скажем так. Да, это производство, по-моему, России. Где-то я здесь видела, девочки. Непонятно. Производитель. Вот, Россия, Московская область. Вот. Так что, попробую вот такие. Но, сразу скажу, кондиционер, конечно, жиденький. Вот. Ну, а средства для стирки вроде бы такие, как гелеобразные. Пробую, потом расскажу. Наверное, закончу на этом сегодняшнее видео. Оно у меня получилось небольшим. Про тональные основы я буду ждать обязательно ваши комментарии, девочки. Если сейчас, вот в течение этой и следующей недели, я немножечко пропаду, вы меня извините, я с Ютуба не ушла, уходить не собираюсь, пока меня оттуда не выгонят. Я об этом уже говорила. Если я не буду выпускать видео там несколько дней, это не значит, что я перестала вообще выпускать видео. Нет. Просто выпускные, и немножко у меня не хватает сейчас времени. Отгуляю выпускные, и уже вернемся в свое русло. Но я постараюсь все-таки что-то снимать. Может быть, какие-то нарезки из нескольких дней обязательно буду делать. Вот. Так, ссылки на все, что я вам показала, я вам оставлю внизу под этим видео. Жду от вас комментариев. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю целую. До новых встреч.